Всем привет! Впереди новая серия задач на тему каденции и кадансовый кварцекст аккорд. Конечно, решение задач на любую новую тему предполагает использование всех полученных прежде знаний, обретенных навыков. Поэтому, решая задачи из новой темы, мы детально будем рассматривать теоретические и практические вопросы относительно только каденций. В частности, кадансового кварцекст аккорда. Действительно, все остальное мы умеем очень хорошо делать. Соединять трезвучия ТСД в различных оборотах, перемещать эти гармонии, соединять аккорды квартоквинтового соотношения со скачками терций в мелодии или в теноре. По ходу решения предыдущих задач мы особое внимание уделяли голосоведению баса. Помните все эти теоретические нюансы относительно скрытых октав, двух скачков в одном направлении, описывающих септиму, обязательное введение в противоположном направлении басового голоса трем верхним голосам при мелодическом соединении трезвучии. Все это очень много раз обсуждалось теоретически, осуществлялось на практике. Поэтому новые задачи из этой темы мы решаем в достаточно ускоренном режиме и останавливаемся только на важных новых вопросах. Тональность 35 задачи. Ля мажор. Два квадратных предложения по четыре такта. Стандартная классическая структура периода. Можно сразу после середины каденции обозначить цезуру окончания первого предложения. И, пожалуй, несколько предварительных сведений относительно новой темы. Основополагающие вопросы. В первую очередь, К6-4 берется обязательно на сильной доле или относительно сильной и предваряет доминанту. В нашем случае это только доминантовое трезвучие. В будущем, например, в заключительной каденции может быть и доминант септаккорд, и доминант нонаккорд. Даже с различными альтерациями. Также, например, в четырехдольном размере или в двухдольном размере доминанта не может быть длиннее каденцевого кварц-экстаккорда. Может быть короче. Но вот размер 3 четверти или 3 восьмых трехдольные размеры являются исключением для каденцев. То есть, там каденцевый кварц-экстаккорд может занимать первую долю, а доминанта вторую и третью долю. И еще один важный момент. Это аккорды, предваряющие К6-4. Это обязательно либо аккорды субдоминантовой группы. Ну, сейчас у нас единственный представитель. Это, собственно, субдоминантовое трезвучие. Но уже в следующей теме, по-моему, будет и секс-таккорд субдоминантовый. Также перед К6-4 может быть тоническая гармония. В будущем и тонический секс-таккорд. Вот это основные сведения относительно новой темы. Почитайте обязательно учебник. Изучите все тонкости, которые есть. Хотя не все вопросы освещаются в теоретической части учебников. Например, уже в этой задаче будет очень интересный нюанс относительно заключительной каденции. Как правильно будет соединяться в мелодическом соединении субдоминанта с этим каденцем. Ну, сейчас мы решим задачу. Как я уже сказал, мы достаточно быстро будем все решать. Ну, подробно остановимся, конечно же, на вопросах относительно новой темы. Я буду озвучивать в основном только те гармонии, которыми я гармонизую мелодические ноты. Это тоника с перемещением ми-до-диез. Так. Дальше. Доминанта. Так, давайте перемещем бас повыше. Ис-до-диез. Перемещаем доминанту, конечно, перейдем уже. По смыслу можно понять, что здесь лучше взять тесное расположение. Если что-то дальше не получается, всегда можно это подкорректировать. Всегда нужно искать. Тоническое отрезвучие, конечно же. И субдоминанта в мелодическом соединении с тоникой. Дальше хочется на ноту ми взять, там именно нота ми, вот давайте паузу опустим, если кто сомневается. Хочется взять доминанту, но здесь не получится взять эту гармонию, потому что дальше следует тоническое отрезвучие на ноту до-диез. И в мелодическом соединении будет с доминантой. А там уже все будет очень тесно. То есть бас мы вверх не можем, противоположно трем верхним голосам вести. Поэтому никак не получается. Здесь тоже мы не можем опустить этот бас из-за мелодического соединения. Поэтому только таким образом здесь нужно брать, конечно, тонику с перемещением. Так, четверть возьмем. Диез, ля. Переместим аккорд. Ми. Здесь субдоминанта. Ба-диез. Снова тоническое отрезвучие. С доминантой опять же соединить не можем. Да, вот здесь получились скрытые октавы. До-диез ре, ля ре в басу. Но здесь будет опять же мелодическое соединение. Поэтому бас мы не можем повести вниз, потом вверх. А этот бас в контр-октаву совсем уже нехорошо вести. Поэтому придется допустить скрытые октавы. Ну, с другой стороны, конечно, есть этот хитрый способ. Нет, не получится. Да, опять же, из-за перекрещивания. Если бы бас был ниже, тогда можно было бы, в принципе, взять тут широкое расположение, тоники. И вот тогда... Нет, здесь в данном случае, конечно, только тесно-тесно. И дальше снова субдоминанта. Можно сразу, в принципе, взять половинную. Так, а вот здесь уже четвертями. А, с, ре. Конечно, достаточно низкие ноты, чуть ниже среднего регистра. Лучше оставить тесное расположение. Хотя, перейти в широкое можно было. Но, мне кажется, не стоит делать. Тем более, после цезуры. Вот здесь логично брать опять тесное расположение. И вот мы подбираемся к первому вопросу относительно К6-4. Вот тут после субдоминанты лучше всего кадансовый кварцекстокорд готовят именно аккорды субдоминантовой группы. Здесь, кстати, была возможность в отдельных случаях взять тоническое трезвучие. Но мы помним, что если есть возможность переместить аккорд, не брать новую гармонию, и это по смыслу подходит, по логике, то лучше воспользоваться перемещением. И в данном случае, как нельзя лучше, подходит именно субдоминанта, подготавливающая К6-4. Тем более, в гармоническом соединении. Запишу кадансовый кварцекстокорд. Вот, посмотрите, когда у нас гармонически соединяется С с К6-4, у нас один, естественно, общий звук остается на месте. Два средних голоса в данном случае пошли на секунду вниз, а бас двигается обязательно на секунду вверх. К6-4, как задержание к доминанте, естественно, очень плавно соединяется с этой гармонией. Хотя, в композиторской практике и у нас такое будет в задачах, когда, например, один из аккордов может быть в тесном расположении, то есть кадансовый кварцекстокорд, а доминанта уже в широком. Или наоборот, К6-4 в широком расположении и после скачка доминанта в тесном. Здесь же гармоническое соединение, никаких проблем. Вот таким образом. Вот такое простое соединение в серединном кадансе. Гармонически. Здесь всё легко. А вот этот вопрос сейчас отдельно рассмотрим относительно заключительной каденции. Там очень интересное соединение субдоминанта с кадансовым кварцекстокордом. Если мы соединяем тесно здесь, то у нас мелодическое соединение получается, поэтому бас обязательно вниз. Но там есть возможность на самом деле сделать скачок торцовыми тонами в мелодии, то есть не в мелодии, а в теноре. Если вам нравится такой вариант, давайте рассмотрим и следующий вариант. В принципе, это тоже много раз рассматривали. И тогда есть возможность провести бас вверх, а потом опять вниз. Тогда, конечно, вот эта гармония, тоническое трезвучие, должна быть в широком расположении. Конечно же, только так. Ну и потом нормальное перемещение. Вот здесь выразительный скачок торцовыми тонами в теноре. Всё красиво. Ну и в принципе, вот такие скачки, особенно в вольтовом голосе, характерны именно при перемещениях. То есть по возможности скакать с голосами средними нужно при именно перемещениях аккордов. Поэтому, может быть, такой вариант гораздо удачнее будет. Давайте оставим вот такой вариант решения. И тот, и тот вариант имеет право на жизнь. Поэтому. Субдоминанта. И здесь тоническое трезвучие. Бас логично ввести вверх. Смена расположения. Скачки торцовыми тонами. Тем более, дальше можно избежать скрытых октав. Опять бас поведем вниз. Таким образом. Но тесное расположение остаётся. Перемещаем. Субдоминанту. И вот мы как раз подобрались к интересному моменту. Как я уже, по-моему, сказал, теоретическая часть бригадного учебника по гармонии и учебника Абызова не освещает этот вопрос. Может быть, я пропустил. Может быть, я где-то не доглядел. Но тем не менее. Когда у нас гармоническое соединение, всё идеально. Никаких там скрытых октав не может быть. Может быть, параллельных квинт. Ну вот, что будет, если мы соединим по старым правилам субдоминанту с К6-4. Раньше мы вот такие вот моменты, например, квинту субдоминантового трезвучия и терцию тонического трезвучия могли соединять только в одном каком-то расположении. Давайте вот тут возьмём именно тоническое трезвучие, чтобы всё было понятно. Гармонизуем старым способом. Вот так вот у нас мелодическое соединение получалось. И, в принципе, всё по всем правилам голосоведения. Но вот что будет, если мы здесь в таком же виде соединения трёх верхних голосов поведём бас в доминантовый. От субдинанты к пятой ступени лады. У нас, как минимум, получаются вот здесь параллельные октавы. Если мы поведём бас на октаву ниже, это не избавит нас от проблем, потому что, получается, противоположные октавы. Здесь была октава и в этих же голосах октава, но на другом расстоянии. Две, три октавы. Это всё противоположные октавы. Поэтому этот вариант нам не подходит. Ну, а если мы ведём по всем правилам бас вверх на секунду. На септиму вообще в отдельных случаях ведётся бас. Бас, например, будет у нас доминанта, потом доминантовый секунда-корд. И вот там бас может двигаться на септиму вверх. Или тонико-тонический секунда-корд. Ну и так далее. Много будет вариантов. Вот там, да. А при соединении разных совершенно гармоний, разных функций, лучше бас не вести на септиму вниз. Ну и вот в таком случае, ещё раз повторюсь, здесь получаются скрытые, то есть параллельные октавы. И ещё и все голоса пошли вверх. Ещё раз. Теоретическая часть учебника не освещает этот вопрос. А вот у Абызова есть пример гармонизации одной мелодии, где она как раз показывает вот такую возможность после субдоминанта взять без проблем кадансовый кварц-экстаккорд. Но здесь нужно сделать смену расположения путём скачков в теноре. Скачка тенорового голоса. Здесь получается, что прима субдоминанта прыгнула в приму К6-4. Вот такой интересный момент. Нужно взять себе на заметку. И я думаю, что неоднократно в практике будет встречаться вот именно такое соединение. Ну что ж, давайте здесь. Запишем доминанту. И заключительную тонику. Здесь можно, наверное, даже сделать и плагальные обороты. Да, плагальный оборот вполне возможен, потому что... Интересно, наверное, бас лучше перенести на октаву ниже, чтобы вверх повести и избежать скрытых октав. Вот так. Здесь до диез и ля. Ну, в таком случае бас придётся взять в большой октаве. Тоническое трезвучие. С нормальной, удвоенной прямой и с квинтой. Вот так. Давайте послушаем. Хотя, наверное, надо сначала подумать о такой частичной хотя бы стилизации. Так. 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 Вот такая несложная на самом деле задача. Конечно, кадансовый кварцекст аккорд. Это гармония, которая привносит новое звучание в общий склад. И направлена она, в принципе, на такое большее напряжение в каденциях, предваряя доминанту, задерживая её, создаётся большее напряжение. И, в общем, это основное назначение кадансового кварцекст аккорда. Ждём следующего урока. Будем решать 36-ю задачу. И там появится ещё парочка новых нюансов относительно новой темы. Всем успехов. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова